Истолкование могло бы причинить бред. И второй пункт, он так и называется, истолкование. Истолкование того, что ты получил. И мы увидим, что второй пункт, он, наверное, один из важнейших для того, чтобы наше откровение было целостным, для того, чтобы оно приносило хорошие результаты и хорошие плоды. Армян нет среди нас? Армян нет. Уточнее, не то, чтобы хорошо, что хорошо. У меня много друзей армян, самолетелей армян. И поэтому, с их позволения, я рассказываю те истории, которые они мне рассказывают. В одной из моих знакомых, мой пастор в Армении, в Ереване, он мне рассказывает историю. Он говорит, где-то 10 лет назад я служил, говорит, в одной армянской церкви и говорил о втором пришествии. Тема о втором пришествии. А это было не в его городе, а в другом. Он жил у своего друга, тоже пастора. То есть другого пастора пригласил, чтобы он послужил в его церкви. И вот, говорит, вечером у нас было служение, я говорил о втором пришествии, рассказывал принципы. Говорит, где-то в 6 утра я, говорит, просыпаюсь из-за того, что кто-то очень громко стучится в нашу дверь, в нашему дому. Я, говорит, думаю, что там происходит? Слышал, говорит, пастор пошел открывать дверь. Там какая-то женщина, типа, где-то проповедник, который был вчера? У меня, говорит, откровение от Господа. Он, говорит, он отдыхает. Он говорит, разбуди его срочно, у меня есть от Бога. Он идет к нему, говорит, там вот женщина пришла с нашей церкви. Ему, говорит, откровение от Бога. Он говорит, ну сейчас я умываюсь, пусть она такая заходит. В общем, говорит, я умываюсь, захожу на кухню, сидит такая женщина вся такая взбудораживая, на эмоциях. Говорит, пастор, дорогой, ты вырежешь сны от Господа? Конечно, верусь, сестра. А, говорит, сон пророческий прояснился, прямо спать, не могу, вся такая, на эмоциях. Он, говорит, ну, рассказывай, сестра. Он, говорит, Иисус, ко мне во свете приходит. С чего ты, говорит, взяла? Она, говорит, сплю, вижу такой белый-белый-белый силуэт. Вижу такой смытится силуэт, весь белый. Я, говорит, плена, Иисус стоит. Я, говорит, дай ему, думаю, спрошу, когда он прибет. А, это была ранняя весна. Ну, где-то, наверное, апрель, март, апрель месяц. Я, говорит, Иисус, дорогой, в апреле придешь, а, говорит, силуэт так головой, он там качает в разные стороны. На русском, на болгарском, на русском. Он дает, да. Вот и ритмон, мы все русские, поэтому очень красиво. Так качает отрицательно головой. Я, говорю, ну, ладно. Я, говорю, а когда придешь, Господь? Говорит, и после небольшой паузы силуэт не отвечает. Ну, сентябрь, октябрь. Он, говорит, паузы, дорогой, сентябрь, октябрь, Господь придет. Ну, а вы же знаете, что многие люди говорят, что вот именно там приходят, вот, на еврейскую пасху, они, как-то, пасха, да, по-моему. Вот эти вот, и она, видно, наслушалась, и, то есть, эмоции ее зашкаливают, и это ей приснилось. И вот, говорит, ну, сестра, дорогая, как бы, ну, не придет Господь вот сентябрь, октябрь. Я тебе точно говорю. Вот, поэтому, говорит, ну, это просто вот сон от твоих эмоциональных переживаний. Она не успокоилась. Она побежала в церковь к своим сестрам. И говорит, сестры, Господь сентябрь, октябрь придет. А город не сажаем ничего, ждет Господа. Все там, молитва, пастырь, Господь сентябрь, октябрь придет, мы должны готовиться. Ну, в общем, прошло 10 лет. Не знаю, сажают они там угород или нет, на сентябрь, октябрь, я не знаю. Поэтому нам нужно понимать то, что мы видим. Нам обязательно нужно истолковывать, и понимать. Если мы не будем истолковывать это, ну, вот, какой-то историей, это будет, конечно, приносить определенный юмор. Вот, но есть, я говорю, ситуации, когда это приносит нехороший результат. Расскажу вам еще одну историю. Я говорю, брата уйти, можно тебя попросить уйти? Помню. Это было Накибли. Он же братном из пророческих служений. Такое вот, три дня пророческого служения, и один брат там тоже обменил почему-то, но не, что-то мне историю рассказывал. И он говорит, что я такой вдохновленный, и говорит, получил слово от Господа, что надо брата 50 евро будет стоить. И вот, я вот этот, который получил слово, и этот брат, который я хочу дать, мне советую. И вот тут подходит, дорогой брат, Господь сказал, чтобы я дал тебе 50 евро. Этот говорит, давай. Он говорит, давай помолимся, чтобы эта жертва была угодна, Господь. И он тут мне писать, я вам ее в кармане. Кто-то достает, кулачок такой. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, чтобы ты дал мне желание благословительного брата 50 евро. Как, Господь? Но это же совсем мало. Не, ну давай хотя бы 30. Не, ну не моя воля, но твоя Господь да будет. Ты знаешь, вот мне сейчас молитвы открыл, чтобы я дал тебе 50 евро. 50 евро. Этот брат скампинал, и ты говоришь, все, бейте меня, сэр, 50 евро. То есть, ну вы понимаете, что, как бы, нужно понимать, истолково, и то, что ты получаешь, или, по крайней мере, не делать это из эмоциональных каких-то успехов. Поэтому, видно, он прикинул, что я, наверное, последние 50 евро, чтобы как я буду жить. Хорошо. И третье, это применение. Применение того, что ты получил от Господа. Потому что можно получить откровение, можно истолковать откровение. Но мы с вами посмотрим в писание, что если мы не применяем то, что мы увидели, это может и не совершиться в нашей жизни. Я буду об этом рассказывать. И по каждому пункту мы пройдемся подробно. Нужен перерывчик или нет? Можно? Давайте. Давайте действуем перерывчик. И будем идти дальше. Потому что дальше будет.